Приветствую вас, друзья! Предлагаю вам поговорить о проблемах, слабых местах и достоинствах Peugeot 408. Давайте разбираться, как избежать больших затрат на эксплуатацию и на что смотреть при покупке. Начнём мы, как всегда, с двигателей. Французский седан был доступен с бензиновыми моторами и одним турбодизелем. Базовым стал бензиновый 1,6 мощностью 110 л.с., помеченный индексом TU5GP4. Наряду с ним предлагались и более современные моторы объёмом 1,6 литра, атмосферный на 120 л.с. и турбированный THP на 150. Оба агрегата разработаны совместно с BMW и принадлежат серии Prince. Базовый TU5 ветеран весьма надёжной конструкции, берущий начало с середины 80-х. В 2014 году его сменил модернизированный вариант EC5, дополненный системой изменения фаз газораспределения. В результате мощность возросла до 115 л.с. Привод ГРМ обеих моторов ременной. Менять его следует после 100 тысяч километров пробега. Спустя 50-100 тысяч термостат может заклинить или дать течь. К сожалению, франко-немецкий союз оказался провальным. Что атмосферный EP6C, что турбированный мотор EP6C-DT доставляли владельцам немало забот. Оба агрегата имеют цепной привод ГРМ, рассчитанный на весь срок службы мотора. Но на деле цепь приходилось менять после 60-100 тысяч километров. Другое, общее слабое место термостат, который доводилось обновлять после 100 тысяч. Вскоре мог потечь насос охлаждающий жидкости. Спустя 50-100 тысяч километров нередко приходилось бороться и с утечками масла. Например, коробило крышку клапанов. Или теряли герметичность в сальнике коленчатого вала. Кроме того, в 1,6 THP масло могло просочиться из-под трубки, подающей смазку на турбину и из-под прокладки корпуса масляного фильтра. ТНВД полагался только 1,6 THP, так как он единственный был с непосредственным впрыском топлива. Насос нередко приходил в негодность по прошествии 60-120 тысяч километров. Иногда подводил и турбонагнетатель. 1,6 E-P6C через 60-100 тысяч километров периодически начинал сбоит электромагниты клапан газораспределения. Бензиновые моторы семейства Prince после 80-150 тысяч километров нередко страдают масложором. Обычно умерить аппетит удается после замены клапана вентиляции картерных газов и замены маслосъемных колпачков. В крайнем случае приходится прибегать к замене залегших поршневых колец. С рестайлингом 2017 года 120-сильный мотор исчез из списка доступных, а турбомотор обновился. Индекс последнего сменился на E-P6FDT. Турбодизель 1,6 HDI имеет 8 клапанов и 1 распределительный вал, который приводится в действие ремнем ГРМ. Его замена предписана после 180 тысяч километров, но механика рекомендует обновлять ремень через 100-120 тысяч. Турбодизель относится к числу беспроблемных и легко доезжает без первых серьезных затрат до 250-350 тысяч километров. Затем внимания могут потребовать топливные форсунки. До того времени обладателям приходилось чистить от сажи клапан EGR, менять датчик давления в топливной рампе или реле вентилятора охлаждения двигателя. Опоры любого из силовых агрегатов Peugeot 408 могут закончиться после 60 тысяч километров. Там появляется стук и вибрации. Механическая коробка передач – узел надежный. Сцепление обычно служит более 100-150 тысяч километров, но иногда его приходилось менять раньше из-за преждевременного износа выжимного подшипника, направляющей втулки, первичного вала и вилки. После 100 тысяч километров в ряде случаев доводилось менять рабочий или главный цилиндр сцепления. В основу нового четырехступенчатого автомата AT8 легла конструкция хорошо знакомого AL-4. Были переработаны узлы и установлен гидротрансформатор фирмы ZF. Модернизация, пожалуй, прошла успешно. Во всяком случае, упоминаний о ранней переборке не встречается. Впрочем, владельцы по-прежнему продолжали жаловаться на толчки во время переключений. Поэтому, как и прежде, приходилось менять электромагнитные клапаны еще на отрезке 60-120 тысяч километров. Иные решались на протяжку болтов гидроблока, которые оказывались прослабленными. Отдельным владельцам довелось столкнуться с течью сальников гидротрансформатора. Шестиступенчатый ASIN AT6-3 ожидаемо оказался более стойким. Инцидентов с ним не наблюдалось. В конечном итоге, после фейслифтинга летом 2017 года, производитель отказался от использования AT8 в пользу японской коробки. Так или иначе, оба автомата нуждаются в регулярном обновлении трансмиссионной жидкости раз в 60 тысяч километров. После 70-120 тысяч километров мог зашуметь подвесной подшипник правого приводного вала. Подвеска Peugeot 408 имеет классическую схему. В рулевом управлении используется электрогидравлический усилитель. Несмотря на сравнительно высокий дорожный просвет, седан не пугает валкостью и довольно точен в поворотах. Впрочем, крены все же заметны. Зато энергоемкость и ходы подвески позволяют не бояться дорог на периферии. Передние ступичные подшипники изнашиваются после 60-100 тысяч километров. Столько же прослужат передние амортизаторы с опорами, а задние стойки свыше 100-150 тысяч километров. Вскоре настает черёс сайлентблоков передних рычагов. Сайлентблоки задней балки обычно ходят намного дольше. А вот шаровые опоры сдаются в районе 50-100 тысяч километров. Ролевая рейка может потечь или застучать после 120-150 тысяч. Спустя 150 тысяч километров приходится менять тросы стояночного тормоза. Рвётся защитный пыльник, внутрь попадает влага и тросы клинит на морозе. Кузовное железо Peugeot 408 хорошо защищено от коррозии. Чему ржавчина точно не грозит, так это передним крыльям, которые изготовлены из пластика. Зачастую владельцам приходилось устранять самопроизвольное разрушение пластика верхнего крепления фары. Со временем перебивается проводка внутри защитной гофры, соединяющей кузов и крышку багажника. В результате перестаёт работать замок багажника и гаснут огни на крышке. Неудачная организация слива из задних дверей приводит к загрязнению дренажа и скапливанию внутрь воды. Минуя 50-100 тысяч километров начинают щёлкать ограничители открытия дверей. К этому времени появляются следы износа на руле. Обтирается кожа и хром на вставках. После 100-150 тысяч километров может выйти из строя обгонная муфта генератора, а после 200 и сам генератор. По истечению 100 тысяч километров время от времени перестают включаться указатели поворота. Понадобится разборка и прочистка контактов подрулевого переключателя. Немного спустя подвезти может и радиатор печки. Из-за забившихся каналов снижается эффективность работы отопителя. Некоторым удаётся реанимировать радиатор после промывки. Но если вы являетесь владельцем Peugeot 408, то пожалуйста опишите проблемы, с которыми вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно именно ваш отзыв поможет зрителям при выборе машины. На этом у меня всё. Всем большое спасибо за внимание. Буду вам очень благодарен, если подпишетесь на канал. До скорых встреч!